Добрый вечер, сегодня пятница, а значит на канале Н4 ток-шоу без галстуков с Александром Стахурским. Сегодня тема нашего выпуска политическая осень, время собирать урожай. И в гостях в студии доктор истории, член исполкома гражданского конгресса Марк Качук. Добрый вечер, Марк Евгеньевич. Добрый вечер, уважаемый Александр. Добрый вечер, уважаемые зрители. Я решил взять такое название, немножко может быть романтическое, осень, значит время собирать урожай. Молдова еще все считается аграрной страной, хотя часто мы знаем, что это уже не так. И для, прежде чем мы начнем, я вот хотел вас спросить, вы на данный момент больше доктор истории или все-таки член исполкома гражданского конгресса? Ну, послушайте, я много раз отвечал на этот вопрос. Я активный гражданин. Это очень серьезно отличается от амбиции и идентичности любых других политиков. Я был пять раз депутатом парламента. Я был советником президента. И в этом смысле то, чего я хочу добиться в жизни, я хочу добиться изменения самой жизни вокруг меня. И это происходит с самых разных амплуа. Я снимаю фильмы, я вожу экскурсии, я сижу и руковожу библиотекой, я руковожу научным журналом, я руковожу научным коллективом, я участвую в политической жизни страны. И я считаю, что ни одно из моих занятий не противоречит другому, а предполагает. Для многих это непонятно. Для пафосных наших местных политических вождей и зоологических политиков для меня это все очень органично. Поэтому я не могу ответить на ваш вопрос. Я занимаюсь политикой, потому что я ученый. Я занимаюсь наукой, потому что без науки заниматься политикой нечестно по отношению к тем людям, которых ты куда-то зовешь. Вы знаете, я вот как раз по той причине, что вы с разных сторон и на протяжении многих лет и наблюдаете, и были в определенных фазах в активной молдавской политике. Вы в некотором смысле и, как говорится, доктор истории молдавской политики, я бы так даже так условно бы назвал. Краевед. Да, да, краевед, да, действительно, потому что вы уже упомянули про зоопарк политический. Вот смотрите, давайте для разогрева такой вот момент. Вот есть самые разные народные приметы по поводу осени. Потому что народная мудрость, она все-таки независимо от того, какая власть на дворе, она всегда очень такая традиционная. Я вот нашел три примера. Вот скажите, какой из них, на ваш взгляд, наиболее характеризует нынешнюю ситуацию. Вот смотрите. Осень хвастлива, весна справедлива. Теплая осень к долгой зиме. Придет осень, за все спросит. Какой из этих вариантов вам ближе? Ну, последний вариант. Вот, но это явно не про эту осень, а про следующую. А что там про весну было? Про весну было осень хвастлива, весна справедлива. Вот, вот это осень хвастлива, весна будет справедлива, а следующая осень за все спросит. Вот давайте так диалектически подойдем к этой истории. Вот так будет правильно. Понятно. Я хочу, прежде всего, чтобы мы с вами поговорили как раз про итоги парламентских выборов. Вот смотрите. 3 ноября по итогам выборов президента вы у себя в телеграм-канале написали следующее. Цитирую. В любом случае, сегодняшний день важнейший этап по демонтажу абсолютной власти той тоталитарной секты, которая захватила власть в стране. Просто не было и не будет. Главное быть хладнокровными и последовательными. Служители господствующего политического культа алчны, трусливы и бесхребетны. Нужно дать им уйти с миром. Их власть качнулась, штукатурка посыпалась. Но это всего лишь начало. Впереди еще много месяцев борьбы за парламент. Самое важное будет там. Ну, смотрите. Несмотря на то, что внутри страны победил Александр Стоиноглова как кандидат, благодаря голосам диаспоры победу все-таки как президент одержала госпожа Санту. Референдум о евроинтеграции прошел. В любом случае, он даже уже вышел в тираж, вернее, новый тираж вышел в Конституции сейчас. Уже оперативно так. У нас есть новая Конституция, где введена новая статья о том, что мы европейцы. Европейцы, да, у нас европейская интеграция. Ну, вроде все хорошо. А штукатурку, ну, как это у нас, евроремонт, там, сейчас, я не знаю, сделают перетирку, потом побелят потолочек. А может быть, натяжной сделают, как европейский, там его почему-то называют французские натяжные потолки. И вроде все нормально. А вы говорите про то, что штукатурка посыпалась. Они так не считают? Давайте мы внесем некоторую ясность, что случилось этой осенью в республике Молдова. Потому что ясности нет. Существует две картинки. И, на мой взгляд, они обе недостоверны. Одна картинка заключается в том, что вот проклятые силы Запада одолели представителей левых сил и прочее. С другой стороны, доминирующая картина. Другая, бедная, хрупкая, удивительно принципиальная Майя Санду. Столкнулась фактически в битве в конце всех времен, в таком Армагеддоне с проклятым русским миром, с Путиным. И выиграла, одержала победу в этой страшной гибридной войне. И с Майя Санду солидарны все прогрессивные силы всего Запада, цивилизованного, Европейского Союза. Все замечательные люди держали кулаки за Майю Григорьевну, чтобы ни в коем случае этот троянский конь гибридных сил российского империализма в виде Александра Стояногла ни в коем случае не одержал верх в президентских выборах в Республике Молдова. И ни в коем случае не проиграла великая мечта европейской интеграции. Это доминирующая точка зрения, правда ведь? Она ничего не имеет общего с реальностью. И мы начнем сегодня, вот первый раз, спасибо за предложение, позволим очень кратко, емко, основываясь на фактах, разоблачить эту позицию недостоверно. Во-первых, начнем с того, что не существовало никакой гибридной атаки России на Молдову. Не существовало. Я сейчас объясню почему. Что-то было, где-то, как-то, почему-то, потому что существует Илон Шор, который живет в Москве, который является своеобразным инструментом в руках другого, более могущественного российского олигарха Абрамовича. И вот эта вся молдавская тема отдана им на такой своеобразный аутсорсинг. Само государство русское в это не вмешивается. Я не хочу сейчас быть адвокатом ни в коем случае, не про это разговор. Просто не нужно переоценивать собственную роль и строить из себя борцов с тем, чего не существовало. Существовало, действительно, существовали в течение очень долгого времени проекта Илона Шора в Республике Молдова. Политический проект. Я сейчас не говорю про его финансовые схемы, так сказать, криминальные и прочее. Ресурсы он черпал неисчерпаемые, в том числе, как говорят эксперты, я в открытых источниках написано, из карманов, из тайников господина Абрамовича. Зачем они это делали? Зачем это Абрамовича считалось, что это необходимо для того, что рано или поздно наступит какое-то перемирие между Россией и Западом на Украинском театре военных действий. И в рамках этого перемирия начнутся обсуждения каких-то фланговых историй, в том числе по Республике Молдова. И господин Абрамович, как постоянный переговорщик, и, как известно, он представитель, как бы, и, так сказать, он такой трикстер. Он сразу работает в разных амплуа. Он бизнесмен, олигарх, который практически не санкционирован на Западе. А я вот, извините, я хочу спросить у вас, он Голубь или Ястреб, на ваш взгляд? Мне все равно. Я сейчас, я думаю, что он сам не знает, кто он. Вот. А вот вопрос заключается в другом. То, что господину Абрамовичу, видимо, хотелось получить какой-то политический капитал на той территории, по поводу которой он будет участвовать в переговорном процессе. Это не государство. И теперь мы смотрим дальше. Что происходило последние три года? Последние три года мы видели, как господин Шор и госпожа Сандуса, своей партией ПАС, захватывали каждой свою часть молдавского политического поля. И никогда не переходили некую красную черту, которая между ними существовала. Политическая власть, официальная молдавская политическая власть, достаточно снисходительно относилась ко всему, что творил господин Шор. Практически публично. Используя государственные институты, используя, например, инструменты Национального банка, используя многие другие государственные структуры, которые центры по борьбе с коррупцией, например, точно был бы вовлечен в преступную схему господина Шора. И господин Шор при помощи так называемых социальных институтов, других инструментов подкупа действительно развил бурную, преступную по всем визуальным основаниям политическую активность. И вот эта политическая активность, она лишь вызывала некое раздражение у государственной власти. Кого-то там они задерживали, кого-то привлекали, кого-то привлекали, а потом отпускали в Москву на регулярные встречи, как это мы каждый раз видим с госпожой Тауэгвер. Ее то привлекают, создают ей имидж потерпевшей такой героини, а потом тут же отпускают в Москву, она ездит, встречается с какими-то знаковыми политическими персонами, создавая себе определенный странный, очень имидж, так сказать, гонимого политика молдавского. Так вот, и почему это происходило? Почему власть относилась так и относится на самом деле до сих пор снисходительно? Потому что она считала, что господин Шор своими политическими проектами, тотальной коррупцией левого фланга, решает те задачи, которые сама власть решить не способна. Шор уничтожает левый фланг. Он лишает его совести, он лишает его морального превосходства, он лишает его организационного единства. Фактически представители левого избирателя, вместо того, чтобы бороться за принципы, за интересы, за справедливость, за гражданские права, за свободы, сегодня спрашивают, а что вы нам предложите? Вот Шор нам предлагает вот это, вот это и вот это. А вы чего нам предложите? И вот это вот в условиях тотального обнищания, которое происходит в республике Молдова, деградации и демодернизации, левый электорат, левый избиратель становится не революционной силой, он становится консервативной силой, которая оказывается в руках преступника. Это я не Александр Стояногова, который выбирает выражение. Я политик. С моей точки зрения Шор совершает политические преступления на территории республики Молдова с позволения действующего режима и более того, с определенного благословения, я бы сказал, политического режима. И дальше, ну, примерно то же самое делала партия ПАС на правом фланге. Обратите внимание, структуры Шора всегда, ну, кого они подкупали? Я сейчас, они разрушали партию социалистов, удачно достаточно. Там раскалывали ее, подкупали отдельных депутатов, мы это видели. Ну, не подкупали, брали, так сказать, лаской, я не знаю, так сказать, флиртом политическим, какими-то другими, значит, преимуществами. Они, существует масса подозрений о том, что они подкупали другие политические силы, сделали их своими стипендиатами, явными или скрытными. Но никогда, ни разу, вы не найдете ни одного случая, чтобы миллионы Шора зашли в правую часть молдавского политического общества. Чтобы политики типа ПАСа вдруг резко, так сказать, взяли и перешли из ПАСа, так сказать, в партию Шор. Нет, красные линии не переходили. Никогда Шор этого не делал. И это создавало еще одну иллюзию у представителей партии ПАС, что и ее сторонников, что мы вот такие неподкупные, мы такие замечательные, мы люди с красивыми европейскими лицами, нас никто не в состоянии подкупить. А вот посмотрите на это быдло, на эту вату, фу, как она неприятно пахнет, когда проходят эти марши, на которые действительно Шор собирал людей, ну, достаточно маргинальных, находящихся в очень сложных материальных условиях, за деньги, он их привозил. Естественно, они политически не мотивированы. Они приходили, эти пожилые мужчины, от 50 до 70 лет, они 10 минут не могли выстоять, им нужно было найти туалет, пойти пописать. Женщины бежали на рынок за селедкой. В общем-то, такая, так себе публика, нереволюционная. И, конечно, на этом фоне люди с хорошими лицами чувствовали свое преимущество. Таким образом, действительно сложился гибридный режим. Гибридный режим, которым господствовал тандем Майя Санду и Шора. Это пункт номер один. Гибридный режим сложился. Никогда партия власти не наносила никаких ударов по партии Шора. 200 тысяч, 300 тысяч, 150 тысяч, 100 тысяч. Какова была численность этой сетки Шоровской, можно дискутировать, но это всегда была открытая информация. Политики и накануне президентских выборов об этом говорили. Это не вызывало какой-то серьезной озабоченности у госпожи Санду. А знаете почему? Нет. Потому что она абсолютно была уверена в том, что ее базовый сценарий, ну не ее может быть, хотя я думаю, что в значительной степени это ее личный сценарий, что ее базовый и личный ее сценарий неуязвим в целом ни для кого. И я думаю, что вот тот припадок, та паническая атака, которую мы увидели в ночь первого тура, и та попытка возложить на Шора ответственность за результат, как раз выдавали всю ту степень самовлюбленности и самовспокоенности, которые владели душой Майя Санду и ее ближайших приближенных. В чем же это заключало? В чем был план? План состоял в том, все просто, рейтинг Майя Санду стремительно падал вниз. Он падал вниз. Он составлял все время... Антирейтинг. Нет, рейтинг падал, а антирейтинг рос. Значит, и этот рейтинг составлял 28, 32, 35, то есть он все время колебался. Значит, всякий раз, это вам скажут все опытные социологи, этот рейтинг на последние полтора года. Это тренд этого рейтинга, то есть уровня доверия Майя Санду периодически поднимался. Поднимался он когда? Когда вдруг появлялись какие-то очередные инициативы Илона Шора. Какие-нибудь очередные инициативы Илона Шора, которые заставляли очень большую часть избирателей, которые с ненавистью относятся к Шору. С ненавистью, потому что Шор общается со своими избирателями как с крепостными. Это люди зависимые. Он изображает из себя этакого папу, который должен их осчастливить, от которого зависит. Захочу, пущу трубу с газом в Камрад. Захочу, пущу газированную воду прямо в Аргеев. Значит, везде будет... Аттракционный? Этих активных людей с достоинством эта позиция бесит. И они начинают смотреть на Майя Санду как на меньшее зло в этот момент. И, конечно же, каждый всплеск доверия к Майя Санду выше обычного был связан с инициативами Шора. С другой стороны, рейтинг европейской интеграции составлял около 60%. Я думаю, что и сейчас он такой же, по большому счету, невзирая на те критически позорные результаты этого референдума. Логика заключалась в том, идея европейской интеграции должна быть приватизирована одним человеком и одним политиком. Никаких там Игоря Мунтяну не должно быть, ни Иванов Кику, ни Иванов Чибанов, никого больше рядом быть не должно, ни Штефанов Глигоров. Боже, сохрани, есть один бог евроинтеграция и Майя Санду пророк ее евроинтеграции. Значит, нужно было зачистить правый фланг, сделать так, чтобы никто не мяукнул. И провести референдум за евроинтеграцией так, чтобы вот эти 30% начали рейтинга Майя Санду подтягиваться к тем 60%, которые вдохновляют европейская интеграция. Очень простая схема. Вопрос второй. Как сделать так, чтобы вышли люди на референдум? Должна быть явка. Люди могут не прийти и сказать, какого лямба мы должны голосовать за эту чепуху. И чепухой является не евроинтеграция. Чепухой является сам референдум. Он ничего не решает. Он не нужен. Он никому не нужен. Он не нужен Брюсселю. Никто не говорит, пробедите, пожалуйста, референдум по евроинтеграции. Что-то вы его давно не проводили. Значит, а ну-ка, давайте мы все-таки выясним. Опросы это хорошо, 60%. А сколько на самом деле за европейскую интеграцию? Давайте посмотрим. Без этого европейская комиссия ничего не сможет принять, ничего не сможет решить. Никто не просил. Никто не рекомендовал. Это абсолютно лишнее политтехнологическое упражнение. Это хитрость. Хитрость достаточно дешевая. Она сработала? Сейчас скажу почему. Вы же посмотрите. Ну, это всегда срабатывает. Такого рода всегда срабатывает. Потому что эта подлость, эта подлая танго танцуется вдвоем. И его вдвоем станцевали Майя Санду и Илон Шор. А вот у меня к вам извиняюсь. Давайте я закончу эту мысль. И у вас появится сразу комментарий. Потому что логически надо завершить. По итогам референдума мы видели, что произошло. 50% явки чуть больше, более чем 50%. Вы понимаете, что явку и интригу для этой явки обеспечил Илон Шор? Все его политические проекты узнаются по одному принципу. Они все кричали, надо идти и голосовать против. Надо идти и голосовать против. Точно так же, как всякие там... Я забыл всех этих пропагандистов. Валера Паша, там все остальные, все эти свяченки, другие, так сказать, люди. Все эти пропагандисты, все эти комсомольцы пасовские кричали. Если мы не пойдем на референдум. То же самое кричали пропагандисты Шоровские. Если мы не пойдем, то все это будет, значит, 4 всадника апокалипсиса. Голод, война, чума, болезни. Упадут на нашу страну, все умрут и все погибнут. С обеих сторон. С обеих сторон. И только две политические силы не участвовали в этом. Это не называется бойкот, потому что бойкот это активное политическое мероприятие. Активного бойкота не существовало. Но значительная часть людей, которые выступают за европейскую интеграцию, понимали, что это фейк. Что никакого отношения к европейской интеграции это не имеет. Они просто не явились. Так вот, если бы бойкот стал настоящей политической программой, если бы не было Илона Шора, не состоялся бы этот референдум фейковый, от которого ничего не зависит, который ничего не решает, который ничего не определяет. Многие сторонники или противники референдума, это не важно, говорят, как? Мы же Конституцию изменили. Ну и что? Когда политическая власть ПАСА опиралась на букву закона? Они не умеют пользоваться законами. Поэтому это не аргумент. Они, извините, Конституцию до этого отредактировали, в таком обычном режиме, там, повносили изменения, никого не спросясь. Они закрывают телевизионные каналы при помощи комиссии по привлечению инвестиций в национальные проекты. Зачем им в Конституцию это вносить? Что это облегчает? Да никак это не облегчает. Это не их тема. Тема была исключительно предвыборная. Илон Шор был политиком, де-факто прямым союзником Майя Санду, который не выдвинул ни одного кандидата на президентские выборы, который мог бы конкурировать с Майя Санду. Обратите внимание, ни одного. Его проект или проект его, Абрамовича и вот этих вот архитекторов постсоветского пространства состоял в том, чтобы сохранить Майя Санду, ну как Саламе Зурбешвили в Грузии, пусть президент будет западным, воспользоваться референдумом для того, чтобы создать свой политический плацдарм антиевропейский, потом дать ему в руки флажок и пойти завоевывать парламент. Все пошло не по плану. Появился Стояново, который не устраивал ни одну сторону, ни другую сторону. Мы должны уйти на рекламную паузу. На этом я предлагаю поставить точку. Мы уходим на короткую рекламу, не переключайтесь. Мы только начинаем. Мы вернулись после рекламной паузы. Напомню, что на канале Н4 вы смотрите сегодня ток-шоу без галстуков с Александром Сахурским. Сегодня в гостях у меня доктор истории, член исполнительного комитета гражданского конгресса Март Качук. И говорим мы про итоги президентских выборов. Итоги осени, как я решил его обозвать. Если по какой-то причине вы не посмотрели первую часть передачи, вы сможете это сделать на фейсбуке в записи, либо на ютюбе через несколько часов после нашей программы. Потому что как раз в первой части программы была вводная такая от господина Ткачука по поводу того, как он видит ситуацию на сегодняшний день. Поэтому рекомендую. Без этого вы не поймете, о чем мы дальше говорим. Марк Евгеньевич, вот вы поставили точку по поводу Александра Дмитриевича Стоянога. На президентских выборах партия Гражданский конгресс поддержала кандидатуру как кандидата в президенты господина Стоянога. Нет. Нет, это неверно. Но было высказывание. Нет, смотрите. Очень многие решили, что мы поддержали Александра Стояногу. Александр Дмитриевич Стояногов приходил к нам. Мы проводили большой политсовет с его участием. Он призвал нас в этом смысле поддержать его кандидатуру. Официально он был выдвинут партией социалистов. Да, это да. Да. Но по новому законодательству партия Гражданский конгресс не может просто взять и призвать голосовать за Стояногу. Таким образом, действия этой партии будут признаны скрытым блоком. Это может повлиять на кандидата. Его могли снять с выборов, если бы мы официально выступили с официальной позицией. Мы обратились в самую демократичную центральную избирательную комиссию в мире. Может ли партия Гражданский конгресс призвать голосовать за кого бы то ни было? Ответ был, не надо говорить по-русски. Ну, там наш коллега обратился по-русски в центральную избирательную комиссию. Мы обратились еще раз в центральную избирательную комиссию. Гражданский конгресс это однопартийный орган, который контролируется, там большинство людей из партии власти. Вот. И они понимали, что, наверное, мы спрашиваем не про Майю Санду. И поэтому они не могли перешагнуть через себя. Не только через какие-то лингвистические проблемы, но и через свое понимание демократии, права и гражданских свобод. Поэтому партия Гражданский конгресс не выступала и не могла выступить ни с одним политическим призывом, связанным с поддержкой Александра Стоянову. Но смотрите, у вас с ним были, я так понимаю, на начальной стадии какие-то переговоры. Вы говорите. Вопрос в чем состоит? Но что-то не сложилось? Почему он стал официально с партии социалистов? На ваш взгляд. Именно на ваш взгляд. Есть его точка зрения, которую он высказывал? Ну, послушайте. Смотрите. Выдвижение Стоянову происходило помимо инициативы самого Стоянову. И сначала его фамилия начала звучать в разных неформальных контекстах, когда собирались представители оппозиции и говорили, что нам бы хорошо выдвинуть общего кандидата. И в какой-то момент они начали называть его фамилию. Это происходило без гражданского конгресса. Это там есть более опытные оппозиционеры, более продвинутые. А вы можете назвать их имена? Это известно, что мне их имена называть. Вершители судеб. И они обсуждали эту фамилию. В конце концов, они обсуждали ее так долго, что в конце концов они рискнули пригласить самого Стоянову. К моменту приглашения Стоянову все те, кто его пригласил, они уже сами начали выдвигать самих себя. Но процесс выдвижения довольно долгий. И хотя было понятно, что он завершится выдвижением действительно самих всех тех, самих себя. Партия социалистов оказалась той политической силой, которая сделала три вещи. Вы знаете мою давнюю, древнюю любовь к партии социалистов и к ее вождям. Непосредственно к господину Дадону. Да, конечно. Но при всем при этом я должен быть объективным. Этого требует, так сказать, момент этой истории. Он состоит в том, что господин Дадон сделал три вещи, очень важные. Он заявил, что он выдвигаться не будет. Он заявил о том, что ни один социалист выдвигаться не будет в качестве кандидата в президенты. И он предложил выдвинуть господина Стояногла, предложил для других политических партий. Говорит, давайте поддержите. Насколько был демагогическим последний призыв, это, знаете, вопрос к остальным политическим силам. Каждая из них могла сказать, что мы готовы поддержать господина Стояногла в том числе. Но важно понимать, что для того, чтобы человек был выдвинут, все говорили, ну от незнания. Ну а что же Стояногла не пошел от какого-то гражданского общества, например? Ну понимаете, для того, чтобы быть выдвинутым кандидатом в президенты, нужно собрать подписи. Чтобы собрать подписи, нужно либо иметь много денег, потому что не в том смысле, что покупать эти подписи. Но за очень короткий срок нужно проделать большую работу логистическую. Создать организацию, создать фонд определенный, мотивировать этих волонтеров и так далее. Либо иметь партийную сетку. А лучше и то, и другое. Ну, в общем, все те, кто сумел выдвинуться, вы должны точно понимать, что у них была либо партийная сетка, либо деньги. Либо и то, и другое, что было, например, у партии социалистов, исходя из легальных источников, хотя бы финансирования из государственного бюджета. Почему остальные партии не поддержали Стояногла? Ну, это вопрос к ним. Почему партия социалистов и гражданский конгресс не заключили политический блок? Союз, как вы любите говорить. Союз, да. Ну, я могу любить или не любить, но блок — это политическая форма для выдвижения. Вот. Это вопрос, на который, наверное, придется ответить как-нибудь потом. Вот. На него еще ответы не созрели. А в чем это связано, что до сих пор ответа нет? Это связано... Это какие-то технические моменты? Ну, да. Это были и технические моменты, и политические, и межличностные. Много всего было. Важно другое, что меня это очень удивило. Меня как человека, я старался не комментировать всю эту историю, но много было удивлений. Когда социалисты все-таки выдвинули Александра Стояногла, то тут же посыпались обвинения в адрес и Стояногла, и социалистов. Как же так? Ну, почему? Ну, чего ж ты выдвинулся-то от социалистов? Социалисты — это же такая кринжатина. Это как политический зашквар. Они такие пророссийские, пропутинские. А ты там как бы за европейскую интеграцию. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Стоп, ребята. Вот тут возникают вопросы. Мы сейчас с точки зрения морали оцениваем или с точки зрения права? С точки зрения права ничего не случилось. Политическая партия социалистов, как бы я ни относился к ней, с какой бы любовью, действует в легальном поле. К ней претензий нет. Это парламентская политическая сила, которая, кстати говоря, неоднократно меняла свою и политическую ориентацию. У них было много разных изменений в программе, в уставе. Они то традиционные ценности разделяли, то прогрессивные, то еще какие-то, то левые. Нормальная партийная активность. Ну и сам факт возверждения Стояногла был в определенном смысле возвращение к тем корням молдавских левых, которые были при партии коммунистов. Потому что, напомню, идея европейской интеграции в виде начала политики было учреждено в ноябре 2002 года Владимиром Ворониным его указом создание комиссии по европейской интеграции, утверждение концепции европейской интеграции. А в 2009 году партия коммунистов получила те самые 60 мандатов под лозунгом «Современную Европу строим вместе». И вот этот подход он возвращал к неким реалиям, которым отвечает другая молдавская политика, не разделенная на часть Шора и на часть Санду. Кроме всего прочего, что вы так взъелись на партию социалистов, товарищи проевропейцы? Это так нечестно. Партия социалистов является и являлась долгое время, уже почти год, добропорядочным союзникам партии «Действия и солидарность», партии ПАС, партии «Майя Санду». В большинстве регионов у них действует до сих пор коалиция. Они союзники. Разве с союзниками так поступают? В чем проблема? Александр, вы видите проблему? Я, например, да, конечно, было бы... С одной стороны, у союзники есть партия «Шор». У ПАСа? У ПАСа, да. Ну, негласно, то, что вы говорите. Это гибридное разделение страны, политического поля. Это когда Молдова стала... Ее политика гибридной. Когда условно левым флангом управляет преступник из-за рубежа, из-за миграции. Сначала из Израиловки, потом из России. А теперь, значит, этой частью управляет кто угодно, так сказать, со стороны условного коллективного Запада. Здесь же поле разделено было между правящей партией и партией социалистов. Они союзники. Они действуют в рамках общей политической программы во многих районах республики Молдова. У них созданы коалиции. В чем проблема? Почему Майя Сандук, друг, с видом прокурора, начала показывать на Стояногло на дебатах, говорит, это троянский конь. Кого троянский конь? Ваших союзников по коалиции. И вот и вся история. Поэтому, конечно же, я... Давайте без конспирологии. Что получилось? Получилось то, что сломалось два сценария. И сценарий Майи Санду, и сценарий Илона Шора. Илон Шор не претендовал ни на каких президентов. Вся его сетка, 200 тысяч, 150 тысяч, 50 тысяч или 5 тысяч, никто точно не знает, должна была отработать то, что на самом деле эти люди бы сделали и бесплатно. Никто из сторонников Илона Шора никогда не проголосует за Майю Санду. Бесплатно. А в чем тогда была основная задача их? Это просто инструмент мобилизации. Инструмент мобилизации. И если вы смотрели телеграм-канал и другие основные информационные ресурсы первого тура, то вся сетка Илона Шора мочила Александра Стояногла. За румынское гражданство, за румынский язык, за европейскую интеграцию, за позицию по Украине. Точно так же, как комсомольцы, пропагандисты из отдела пропаганды и агитации партии Действия и Солидарности имени Майи Григорьевны Санду. Точно так же, теми же словами. И, конечно, Стояногла сломал этот сценарий. Именно он оказался человеком, который в каком-то смысле оседлал вот тот самый антирейтинг более 50%, который породила Майя Григорьевна Санду в результате 3-4 лет своего позорного правления. И после первого тура, когда вдруг поломалось все, поломался референдум, поломалась попытка выиграть в первом туре, потому что референдум был для чего еще нужен? Для того, чтобы выиграть в первом туре. Вы посмотрите, как Шор подыгрывал Майя Санду, сколько он создал кандидатов в президенты. Мы точно этого не знаем, все-таки будем находиться в рамках какого-то закона, но почти половина кандидатов в президенты это продукты Илона Шора. Но после второго тура... А ну после второго тура эти люди, ты плати им, не плати, они все равно проголосуют за стоя ногу. Это же понятно, для этого не надо платить избирателям этих всех ребят, не надо платить за то, чтобы они проголосовали за стоя ногу, потому что Санду они и так ненавидят. Неужели непонятно? Поэтому провал в первом туре, смотрите, как все работало, на фальсификацию. До этого, в течение нескольких лет, они готовились украсть выборы задолго до самих выборов. Все по классике, они изменили положение выборов. Изменили положение выборов до такой степени, что фактически Центральная избирательная комиссия действительно стала однопартийным органом, обслуживающим интересы одной политической силы. Там полтора социалистов находятся в Центральной избирательной комиссии, и все, которые ни на что повлиять не могут. Не могут. Институт наблюдателей на выборах был усечен и деградировал. Мы видели, как уничтожались оппозиционные медиа. Все говорят, какие оппозиционные? Это же медиа Шора. Это же, так сказать, медиа, которые выступали за гибридную войну, или там против Молдовы, или которые поддерживали войну в Украине. Послушайте, для этого существуют законные инструменты. Вы проблемные медиа уничтожали при помощи государственных преступлений. Когда какая-то комиссия чрезвычайная, или комиссия по привлечению инвестиций, закрывает телевизионный канал и отзывает лицензию. Это преступление против государства. Это инструменты захваченного государства. Когда преступник захватил что-то, но он не умеет этим пользоваться. Но он знает. Он берет микроскоп и начинает колоть им орехи. Вот точно так же сторонники ПАСА использовали государственные институты для решения своих задач. И, конечно же, бесконечные участки, которые были созданы в одной стороне, с другой стороне, когда закон о сепаратизме, когда закон об измене Родины. То есть все это комплексное законодательство, оно служило для устрашения оппонентов. И мы видели, как во время выборов они пользовались этим. Когда совет аудиовизуала заявляет, что нельзя критиковать действующую власть, нельзя критиковать Майю Григорьевну Санду. И на этом основании не пускало ролики партии коммунистов, например. Мы помним это хорошо. Это чудовищно. Это чудовищно не только потому, что это делается, а потому, что это не вызывает никакого возмущения у людей, которые называют себя демократами, бьют себя в грудь, пугают Путиным, Россией и так далее. Какие же вы демократы? Вам туда, на восток, подальше, в Государственную Думу Российской Федерации. Там всем вам будет очень-очень комфортно в таком случае. Так же? Так вот. И когда вот эта вся история начала происходить, вы вспомните, что было вдруг, вот он МД, ресурс, ну он такой, они говорят, мы проводим исследования. Поэтому мы голосуем. У них достаточно строгий отбор происходит в интернет-голосовании, потому что там нужно показывать свой... Да, верификация. Да, верификация очень сложная, да. И более или менее на президентских или мэрских выборах они попадают в ноты, особенно в первом туре. Во втором там понятно, что... А вот в первом туре всегда это очень сложно, но они попадают. И вот они выкладывают результат в первом туре, потом возникает какая-то атака. Значит, кто-то голосует очень сильно за кандидатов-социалистов в Стояногло, они на этом основании прекращают голосование и оставляют этот результат висеть. Зато на следующий день власть, ее представители, ее халуи вывешивают другие опросы, которые показывают, что Майя Григория Абнасанду на самом деле побеждает с большим отрывом в первом туре. Всех врагов кладет на лопатки вместе с референдумом. Вы знаете, слава богу, я не на тропе войны с социологической наукой. И сам участвовал и организовал социологические опросы. Так не попасть в ноты нельзя. Ну, можно, конечно, при условии, если ты проводил все опросы на трех Кишиневских улицах или в здании правительства Республики Молдова. Вы предполагаете, что это фальсификация? Это фальсификация, безусловно. Я не знаю, пусть организаторы этих опросов для себя решат, что страшнее, обвинение в фальсификации или в профессиональной некомпетентности. Или в манипуляции мнением граждан. И поэтому, конечно, они готовились к тому, чтобы выиграть в первом туре. Они готовились к фальсификации. Но разрыв был очень большой. Каким он был на самом деле, мы не знаем. У нас очень много сигналов и информации о том, как происходила фальсификация еще в первом туре выборов за Майю Санту. Ну и, конечно же, как это происходило во втором туре. Здесь, безусловно, только после парламентских выборов, в случае победы сил оппозиции, конечно, нужно будет учреждать Следственную комиссию, которая займется изучением вопросов голосования во втором и в первом туре президентских выборов. Я вот про это чуть-чуть попозже предлагаю поговорить. Потому что нам нужно расследовать все обстоятельства, связанные с тем, как и каким образом фальсифицировались по-настоящему голоса граждан. Да, и при помощи сетки господина Шора, наконец выяснить, кроме вот этих полицейских сводок, что они выяснили, что в Молдову перечислено там 25 миллионов долларов, 250 миллионов долларов. Кого вы поймали, что вы перехватили. Но самое не менее важное, нам нужно схватить за руку власть. То, что она фальсифицировала эти выборы, это безусловно. То, что большая часть молдавской оппозиции по этому поводу не может сформулировать ясно претензию и программу политических действий, это прискорбно. Но так или иначе, это придется сделать, чтобы больше это никогда не повторялось. Марк Евгеньевич, я вот думаю, что у наших зрителей есть такой вопрос, вот вполне, на мой взгляд, логичный сейчас. А как вы это себе представляете на фоне того, что, например, официальный Брюссель поздравил переизбранного президента госпожу Санду, все сказали, что все прошло прекрасно, значит, Европа стучится в наши дома демократии кулачком. В результате выборов все было замечательно. Правда, немножко подпортил картину, если я не ошибаюсь, отчет АБСЕ, который было указано, что... Слушайте, если мы настоящие европейцы, если мы настоящие европейцы... По конституции, да, уже. Да, без конституции. Если мы настоящие европейцы, то есть эти люди, для которых гражданские права, демократия, верховенство права, межэтническая терпимость являются безусловными ценностями, нам плевать должно быть, что там скажут в Брюсселе. Потому что для нас важно, что мы сами думаем по поводу своего общества и своей собственной политики. Вот это отличает европейцев от неевропейцев. Но я про инструменты сейчас говорю. Без цивилизационного снобизма, извините за такое выражение. Если ЦИК, значит, как вы только что упомянули, полностью состоит из представителей, либо симпатизантов нынешней власти, и там есть буквально там один-два человека от, назовем так, оппозиции, да, партии социалистов. Если все органы власти, все государственные структуры, значит, в едином порыве... Как можно поменять и... Можно и нужно, потому что, на самом деле, по большому счету, сейчас у молдавского общества появился вкус победы. Знаете, вот эта вот вздыбившаяся страна, в которой Александр Стройногл безусловно победил, я не исключаю, что он победил не только в Молдове. Но это уже другой вопрос, мы о нем говорили. И этот уникальный случай, безусловно, должен быть почвой для консолидации многих политических сил, самой разной направленности, но объединенных очень простыми задачами. Задачами утверждения в Молдове демократии, европейских стандартов. И от того, что кто-то что-то скажет в Брюсселе, слушайте, да у нас масса вопросов к ним самим, если мы европейцы. Кто они к нам? Начальство? Начальство бывает, не бывает в Европейском Союзе. Начальство бывает в других союзах, которые находятся гораздо восточнее, когда оно всегда право имеется в виду. Это все достаточно уязвимые люди, это просто люди. И, конечно же, в значительной степени они оказались вовлечены в геополитическую интригу, а не в политическую. Им кажется, что действительно они одержали верх какой-то гибридной войне с Россией. И, послушайте, все очень хорошо, в том числе на Западе, понимают две вещи. Что если бы у России, как у государства, была возможность оказывать влияние на молдавские выборы, это влияние было бы оказано. Иными способами, а не такими странами, когда Илон Шор договорился с Абрамовичем, то дал денег, а давайте посмотрим. А эти в российском МИДе смотрят, говорят, ну давайте посмотрим, что у них получится, не получится, но мы здесь ни при чем. Но почему, вторая вещь, почему они этого не сделали? Да потому что любая дестабилизация в Кишиневе станет основанием для чего? Для того, чтобы произошло вторжение в Приднестровье со стороны наших украинских партнеров, которые скажут, мы идем на помощь, спасение молдавской демократии. Зачем вот этот цирк с конями в этом месте? Да никто не будет в это вмешиваться. Никто не будет в это вмешиваться, потому что брать на себя ответственность за дестабилизацию в Приднестровье, до которого ни военным путем, ни политическим путем Россия дотянуться не может? Это глупость несосветная. Это первая. Значит, ну первое и второе. Ну первая часть. И последний тезис в этом смысле. Это все хорошо понимают на Западе. Но поиграть в игру, что мы победили Путина, который на войну не пришел, можно. Для того, чтобы вот эти политические ничтожества, они чувствуют какое-то преимущество. Они борцы, они такие же, прямо как вооруженные силы Украины, где-нибудь на Курском направлении. Да нет, ничтожества обычные, симулянты, брехуны и тупицы. И очень скоро это будет выяснено. Мы прервемся на короткую рекламу, после этого продолжим. Мы вернулись после рекламы. Напомню, на канале Н4 вы смотрите ток-шоу «Без галстуков» с Александром Стахурским. Сегодня в гостях у меня господин, или как маркер, товарищ Ткачук, доктор истории, член исполнительного комитета гражданского конгресса. Говорим мы о подведении итогов нашей осени, выборов. Кстати, я думаю, что мы коснемся не только молдавских выборов, потому что это очень важный, на мой взгляд, момент. Марк Евгеньевич, я вот хочу, чтобы мы немножко завершили вот эту вот всю плеяду, связанную с выборами президента. И у меня такой вопрос. Вы не знаете, а кто выступал в составе советников, имиджмейкеров господина Стайногла? Судя по его выступлениям, это было очень взвешено, это либо он так, потому что вы в первой части упомянули, что в отличие от Стайногла я как раз политик. То есть, вы его не считаете еще политиком? Вот в том классическом варианте, который есть. Ну, два вопроса. Значит, Александр Дмитриевич Стайногла, это человек, конечно, тут трудно отрицать и поддержку партии социалистов, которая была, и организационная поддержка. Но вы обратите внимание, во-первых, это была самая бюджетная, низкая кампания. Когда говорят, вот, Стайногла, опять же, возвращаясь к этому мифу, троянский конь Российской Федерации, значит, троянский конь Российской Федерации, значит, кто угодно мог быть, но по бюджетам, которые были затрачены на кампанию, это просто ничтожные бюджеты со стороны социалистов. Обратите внимание, вы видели Стайногла в интернете? В фейсбуке? Ну, так, едва мог. А вовсе до рекламы? Да, вообще, ноль. Значит, даже плакаты в первом туре по поводу Стайногла, мы видели лица всех кандидатов президента, а про Стайногла было написано фамилия. Александр Стайногла, справедливость для всех, даже фотографий его не было. Вы видели билборды с ним, во втором туре появилось несколько, а в первом не было вообще. Его главным инструментом было прямое общение с людьми. То есть он по городам и весям? По городам и весям. Это, кстати, очень серьезный инструмент. И в этих залах, где собирались сотни-сотни людей, ну, нету при всем уважении партии социалистов, нет у них такого количества мобилизованных сторонников. В этих залах сидели и социалисты, и представители правящей партии, представители партии Рената Усатова, как, например, у Дандюшанах у нас, там во многих местах. То есть это были разные, абсолютно разные люди, по возрастам, по языкам и так далее. Они именно пришли, как говорится, на фронтмена, на Стайногла. Ну, фронтменом он им стал в итоге. А в этот момент он фронтмена не напоминал. И ничего в нем не выдает такого харизматического политика, который может завести и так далее. Значит, это человек, который говорит на одной волне интонационной, очень спокойно. На броневик он не лезет. Да, уверенно, но отвечая за каждое сказанное слово. За каждое сказанное слово. Он не боится быть непопулярным. Вот все говорили, вот Стайногла, вот он, какой же он за евроинтеграцию. Стайногла за евроинтеграцию, между прочим, он дважды выдвигался на пост Башкана. Кандидатом был. И дважды не прошел, в том числе потому, что он в Гагаузии выступал активно, как сторонник европейской интеграции. Его одергивали, хватали за рукав и говорили, Александр Мичин, давай ты уже после выборов скажешь про европейскую интеграцию в Гагаузии. Это же как бы не та тема, с которой так вот легко стать главным начальником в Камрате. Но он отказывался, говорит, нет, ну почему я должен, это я так считаю, я так думаю. Вот, и на одной встрече... Но это же ошибка, извиняюсь, политика вообще. Говорить о том, что ты думаешь. Я думаю, что это очень неправильное, искаженное представление о политике. Да. Мы просто привыкли к этим негодяям, которые друг друга сменяют и ничего не могут сделать вокруг себя. Но народ хочет, чтобы ему обещали золотые условно-горы, кисельные берега. Вы знаете, вы знаете, я тоже считаю, что это ошибка. Народ в конечном итоге хочет знать правду. Вот Стояногла говорит, вот какой Стояногла, он за все хорошее, против всего плохого. В чем там, так сказать, Сирмяга? Сирмяга состоит в том, что он действительно, по-настоящему, искренне, за все хорошее и искренне против всего плохого. И это очень редкое сочетание. Он действительно, когда, вот вы меня спросили, я тут про Шора наговорил вам, и какой он всякой преступник. А Стояногла спросили, он покопался в голове и решил, что есть презумпция невиновности. И вот предъявлять ему обвинение. Это как государственник с точки зрения... И в этом смысле он, конечно, был бы идеальным человеком в рамках тех полномочий, которые в нашей Конституции предложены для главы государства, ну, для президента. Он действительно был бы хорошим гарантом в этом смысле единства и территориальной целостности Молдовы. Не гарантом раскола, как Майя Санду, которая придумала референдум, потому что она хотела поэксплуатировать раскол в стране, поиграть в этот раскол вместе с Иланом Шором. А Стояногла нет. Он другого порядка человек, более ответственный, более спокойный. И удивительно, как эта нота невыразительная, политически не очень окрашенная. Часто с горькими таблетками. Он шел в левый электорат, и он говорил об Украине, и говорил вещи, которые давным-давно, так сказать, эксплуатируются политиками, условно левыми. Потому что левые и правые политики что эксплуатируют? Они эксплуатируют тяжелые наркотики, геополитику. Чей Крым? Чей не Крым? Какой язык? Как называется? Кто мы? И так далее. И почему во всем виноваты русские, евреи и румыны? Все. Это всегда спасало, это всегда отвлекало от того, на самом деле, кто что украл, и почему у тебя дом за 3 миллиона долларов возле Комсомольского озера. Чтобы отвлечь внимание, нужно очень точно сказать, что русские во всем виноваты, жиды или румыны. Это хейт-спич, которым пользуются известные политические сторонники, и которые мы слышали совсем недавно во время этой предвыборной кампании, в том числе от сторонников Майя Санту. Это волна ксенофобии, которая повалила. Стояногла говорит другим языком. И, конечно же, он говорит абсолютно убежденно и искренне. И удивительным образом, вот эта интонация нормальности, далекая от этих политических петросянов, которые выступают перед молдавским народом, и все пытаются три притопа, два прихлопа, так сказать, завоевать их авторитет дешевыми способами, либо деньгами, это все очень сильно отличалось. И я думаю, что... Я не знаю, как будет дальше действовать Александр Дмитриевич. Ну вот в связи с этим у меня к вам вопрос. Вот насколько реалистично вы вообще оцениваете возможность создания, как говорится, я не знаю, вот этой консолидации союза оппозиционной, вот блок оппозиционных сил на предстоящих в следующем году парламентских выборах? Потому что это очень серьезный вопрос. С одной стороны, этот вопрос назрел. С другой стороны, сами представители политических сил про себя говорят, нет, ну мы не способны, мы каждый за себя. Мы не способны вместе. Мы не способны вместе, мы каждый за себя. Начинают рассказывать про то, что это наша типичная молдавская, якобы общая болезнь, характерная для молдавских политиков. Я думаю, что они наговаривают на Молдову в этом смысле. Но не на себя. Я думаю, что, конечно, очень важно, чтобы эта задача реализовалась. Тем более, что, безусловно, по крайней мере, моральный лидер для такой коалиции существует. Это, безусловно, Александр Дмитриевич. Да, но смотрите, он, условно говоря, как независимый кандидат, но под крылом, так сказать, можно выразиться, партии социалистов. Ну, крыло закончилось, выборов нет уже. Да, да, пролетело крыло, значит. Дальше у него есть уже такой хороший баланс, капитал политический. Я думаю, что политики должны сами к нему приходить. Сами приходить к нему, не ждать, когда он к ним придет. Политические деятельности. По степени собственной ответственности. И понимать, что вопрос состоит не в том, чтобы одержать победу над Майей Сандо и партией Действия и Солидарность. Да, господи. Вопрос в другом. Есть более серьезные проблемы, более серьезные задачи. Они связаны с тем, как решить самую сложную задачу, связанную с молдавской экономикой, с социальными стандартами. Как объединить страну. Как не сделать ее разменной монетой в тех или иных глобальных переговорах, которые могут появиться. Как превратить ее в настоящий субъект. Повести по пути модернизации. Да, европейской, потому что другой модернизации у нас нет для вас. У нас нет альтернативы. Что бы там ни хотелось рассказать, что бы ни хотелось показать, ничего нет. После 24 февраля 2022 года есть только один вид ресурса, с которым можно взаимодействовать и нужно взаимодействовать. Проблема состоит в том, что нужно быть при этом европейцами, а не туземцами. Для того, чтобы пользоваться этим ресурсом. Не нужно цеплять на себя знамя Евросоюза, как на бедренную повязку и быть сторонниками карго-культа. Для этого нужно быть полноценными гражданами, отстаивающими свои интересы. Потому что интегрироваться в Европейский Союз совсем не обязательно быть членами Европейского Союза. Это очень долгий период. Но интегрироваться в Европейский Союз можно по-разному. И сегодня, когда вы ездите по Европейскому Союзу, вы знаете, что в Швеции, например, во Франции, в Германии, в Италии или в Польше с Венгрией совершенно разные социальные стандарты, разные налоговые условия. Потому что это то, чего добивались политики этих стран или граждане этих стран через политиков, когда вступали в Европейский Союз. И для нас очень важно, мы в какой Европейский Союз вступаем? Мы можем вступить в социальный Европейский Союз. Мы можем вступить в Европейский Союз тысячи языков и тысячи народов. Мы можем вступить в либеральный Европейский Союз, где важна будет в первую очередь экономическая свобода. То есть существуют разные версии. Мы можем стать в Венгрии, в Европейский Союз при ограниченных политических правах. Ну, как сейчас. Мы сейчас проевропейская страна, но мы не демократия. Мы автократия. Мы однопартийная политическая система, в которой все институты, государства захвачены. Ну, раньше было предплохотники одним человеком, сейчас одной политической силой. А вот скажите, какие принципиальные разногласия между оппозиционными, так называемые, силами нужно преодолеть? Нету концептуальных разногласий. Я не вижу. Мы что, видим с вами, что у нас идет какая-то дискуссия по экономике, по социальным стандартам, по приднестровскому регулированию. Может, у нас есть дискуссия. Или у нас есть дискуссия по способам европейской модернизации, по тому, как нужно двигаться в Европейский Союз, как правильно вести переговоры. Или о чем у нас дискуссия? У нас нет дискуссии. У нас сплетни, полоскание грязного белья друг друга, компромат, кто чего про кого сказал. И все. Больше ничего. Вот смотрите, вы сказали, что... Я думаю, что вот от этого надо переходить к более существенным вопросам. Марк Евгеньевич, вы сказали, что, на ваш взгляд, господин Стояногло должен сидеть и ждать, когда к нему придут руки. Ну, он не должен сидеть и ждать. Вот, например, как вот это может происходить, если они не придут? Вот такой вопрос. У меня моя другая логика состояла в другом. Я не знаю, что должен делать Стояногло, это его дело. А вот политики не должны сидеть. Они не должны сидеть. Они не должны ждать официального приглашения. Знаете, как три раза надо приглашать в Бессарабию за стол, прежде чем принять решение. Не надо. Нужно приходить и садиться за стол и говорить. Всем вместе. Разным политическим. А если, например, ему самому создать свою партию? Многие об этом говорят. Стояногло сейчас должен создать свою партию. Может быть. Все может быть. Это его уже личное дело. Это вы его спросите про это. Я тут про это комментировать не могу. Может быть, это будет очень удачно. Я сейчас хочу, чтобы мы немножко поговорили про выборы, которые состоялись после молдавских выборов в Соединенных Штатах. Значит, 2 ноября господин Дональд Трамп одержал победу и во второй раз стал президентом Соединенных Штатов. Вот. Наша власть опиралась на помощь сил демократии в лице демократической партии США во многом. Сейчас мы видим не только у нас и в Соединенных Штатах, мы видим в европейских странах все ужас. Там вот этот вот в Будапеште срочный был сбор 7 и 8 ноября. Разве он был срочный? Он не был запланирован? Нет, нет, нет. Это было внепланово. Они собрались говорить, что будем делать, давайте послушаем господина Орбана, потому что он больше всего... Он друг Трампа, да. Да, он друг Трампа. Кстати, госпожа Санду, несмотря на то, что наша страна еще не является членом Евросоюза, она на этой встрече также присутствует. Нет, это же организация сообщества, это же проект французского. Значит, и думают, что будет и как будет. На ваш взгляд, переизбрание Трампа в Соединенных Штатах каким образом отразится на молдавской политике? Слушайте, вы знаете, я вообще, у меня принцип давно, я стараюсь его соблюдать, и я думаю, что вы не найдете особых противоречий этому принципу. Я никогда не обсуждаю политику в других странах. Вообще. Никогда. Что там в Румынии выборы проходят, в России, там, в что... Не, ну у них выборы прошли, вот как на нас, павлия. Ну, еще раз говорю. Это... И дело не в корректности. Дело в том, что я понимаю, сколько нужно компетентности, чтобы разобраться в нашей молдавской политике, маленькой, небольшой. И сколько нужно компетентности для того, чтобы не говорить глупости очевидные, которые, можно сказать, очень легко сказать, когда ты обсуждаешь нечто, то, что произошло в США или то, что произошло там где-нибудь в Румынии, там, в Украине или в России. Тем не менее, ну, ограничены, можно сказать, некоторые вещи. Ну, во-первых, мы не должны преувеличивать какое-то изменение преемственности курса американской внешней политики в части таких историй, как Республика Молдова. Более того, вы сами говорите, что Майя Санду апеллировала к демократическому, так сказать, крылу американской политики. Но напомню, что именно к этому крылу апеллировал и господин Плохотнюк. Вот, и даже, так сказать, определенные структуры оказывали содействие в пиар-поддержке господина Плохотнюка со стороны демократической партии. Ну, вот тут мы видим какую-то преемственность. Очень условно. Вот, с другой стороны, что здесь может быть важно? Только одно, и это самое главное. Если действительно господину Трампу удастся установить мир между Россией и Украиной. Вот это важно. И это определенным образом повлияет на нас. Терапевтически хорошо. Во всех смыслах. Потому что мир всегда лучше любой войны. Я это продолжаю говорить и говорил с первого дня войны. Всегда лучше. Между Кишиневом и Террасполем подписано и было обсуждено очень много разных документов. Но действует из них только один закон о прекращении огня от 21 июля 1992 года. Это главный документ, базовый, основной закон о прекращении огня. И мы сегодня, оборачиваясь назад, можем сказать только спасибо всем тем, кто нашел в себе силы тогда и господину Ельцину, и господину Снегуру, и господину Снегуру, и господину Ельцину, и господину Смирнову, для того, чтобы остановить эту мясорубку. Это бессмысленное уничтожение людей в промышленных масштабах. В первую очередь гражданского населения. То же самое должно случиться и в Украине. Если это произойдет, это будет замечательно. Это будет очень хорошо. И для такой небольшой страны, как Республика Молдова, это окажет самое благоприятное воздействие. В том числе на внутреннюю политику она станет менее ожесточенной, менее карикатурной. И мы перестанем наблюдать эти подлые дуэли между ватниками и вышиватниками. Эту симуляционную борьбу, которая отвлекает от самых главных проблем и вопросов, которые существуют в молдавском обществе. Которые не собирается решать никто. Я не хочу опять возвращаться к тандему Шор, Санду-Шор. К этому гибридному устройству Молдовы. Где на левом фланге развивается эта саркома в виде проектов Илона Шора. А на правом фланге это секта. Значит, с каргокультом за евроинтеграцию преподобной Майи Санду, которой все поклоняются с утра до вечера. Вот этот кошмар должен быть остановлен. Он дискредитирует всех нас. Люди так или иначе вписываются в эту историю. Страна бедная. Люди начинают зарабатывать на этом. В том числе порядочные люди. Которые могли бы свой интеллект использовать иначе. Поэтому, если говорить об этом, я не сторонник консервативных ценностей. Я левый. Я левый человек левых взглядов, левых убеждений. Для меня слова «свобода», слова «справедливость», слова «солидарность» имеют принципиальное значение. Я считаю, что голос разума, голос прогресса и голос просвещения являются самыми важными голосами в сравнении с голосом почвы и голосом крови. И Трамп не мой, так сказать, герой. Абсолютно. Ну, точно так же, как и Байден. Ради бога. Ну, во-первых, они живут далеко и, собственно, мне до них какое дело. Но, тем не менее, я могу сказать, если этот немой герой повлияет на то, чтобы остановить войну в Украине, то, безусловно, он несет свой вклад в лучшую часть истории человеческой цивилизации. А в этом мы все заинтересованы. Скажите, на ваш взгляд, вообще возможны какие-то компромиссы с правящей партией, чтобы стабилизировать ситуацию в стране? Хороший вопрос. Вообще представители правящей партии, каждый в отдельности, вполне себе симпатичные люди. Когда вместе собираются, когда... Это я как цитирую, так знаменитый. Когда они вместе собираются, у них ничего не получается, у них нет целей. Обратите внимание, у них нет задач, у них нет стратегии. Они живут по принципу, ну, мы хорошие же люди, и мы по определению знаем, что хорошо, что плохо. А вот они плохие люди. Поэтому, когда мы воруем, это другое, это совсем не то, что они воруют. Это русский мир. Им воровать нехорошо, фу, как это противно. А когда мы воруем, мы не воруем. Мы боремся с русским миром любыми подручными средствами. В том числе при помощи собственного обогащения. Иначе, если мы будем бедные, мы будем уязвимые. Понятно, да? Вот. Обратите внимание, ушло правительство Гаврилицы. Появилось правительство. Вот, господина Речина. Сейчас под вопросом, насколько долго продержится это правительство, будут какие-то замены. Но в понедельник обещают там реформы. Да, реформы. Хрен Редьки не слаще. Ничего не изменится. Даже господин Спыну сам лично снял. Господин Спыну, если хотите, был единственным адекватным человеком во всей системе молдавской политической власти. Он точно знал. Как вас сейчас на цитаты раскидают. Он единственный... Ну, я много чего разного говорил. Не обзывал его. Но я сегодня могу сказать, что это был единственный адекватный человек. Он понимал, что правый политик должен делать молдавской власти. Что делать? Надувать щеки, воромать. Все. Он это делал. А почему он ушел, на ваш взгляд? Ну, как почему ушел? Потому что все вдруг решили... Вроде говорят, он хорошо справился с своими задачами. Что все вдруг решили, что вообще заниматься надо чем-то иным. А он, оказывается, занимался чем-то не иным. Ну, как не иным? Ну, а чем он должен был заниматься? Спыну. Что, мосты и дороги строят, что ли? Вы что, издеваетесь, что ли? Вы что, не понимаете? А зачем власть? Спыну хорошо понимал, зачем власть. Отлично это демонстрировал. Успешно. Остальные демонстрировали, но, видимо, более конспиративно. Да, но он не просто ушел из правительства. Он еще и из партии ПАС. Да бог с ним. Где-нибудь он себя найдет. Создаст другую партию. Будет успешно бороться. И прочее, прочее. Я думаю, что Спыну был просто самым ярким из них. Остальные этого не умеют. Вот в условиях то, что у нас происходит, вы уже несколько раз упоминали. И я в своих программах, когда мы общаемся. Вот поляризация, вот это вот раскол общества. Это искусственный раскол. Ксенофобия. Нет, смотрите. Нет, нет. Хорошо. Вот задайте мне другой вопрос. Что победило в Молдове после выборов 3 ноября? Я вам скажу. Победили европейские ценности. Победили европейские ценности внутри Молдовы. Когда оказалось, что Гагауз может быть избран в Молдове главой государства. Разве это не замечательно? Замечательно. Ксенофобы, фашисты проиграли. Они не смогли завести погромщиков. Они не смогли повлиять на изменение социально-экономической, межэтнической температуры в стране. У них ничего не получилось. Молдавское общество доказало, что оно внутренне является здоровым организмом. То, что общество выиграло, но власть осталась прежней, это такой момент ухищрений, фокусов-покусов, которые позволяет себе еще нынешняя власть. А общество пока еще не обладает способностью... Знаете, 3 ноября люди проснулись и оказались... О, так мы в большинстве здесь. Ёлки-папа. Оказывается, мы же не знали этого. Каждый, кто шел 3 ноября на выборы, голосуя за Стояногло, он думает, что он совершает какой-то внутренний подвиг. Что таких, как я, мало. Раз. А оказалось, что большинство. Их было гораздо больше. Мы точно знаем, как, например, на некоторых участках... Я просто знаю поселом Донежанского района. Так, бралось вот так вот за Стояногло, сверху, значит, за Майю Санду, снизу за Майю Санду. И вот так отдельно считалось, как за Майю Санду. Извините, Майя Григорьевна, это правда. Так вот... Я извиняюсь. Извините, Майя Григорьевна, это правда. На этой мажорной ноте я предлагаю остановиться. У нас сейчас рекламная пауза, мы потом продолжим. Да, но победила, победила совсем не то, так сказать, на что рассчитывала власть. Фашизм не прошел, а европейские ценности выиграли. Мы прервемся на короткую рекламу, у нас впереди последняя завершающая часть нашей беседы. Реклама прошла, мы продолжаем нашу беседу. Я уже не буду представлять моего гостя, вы все его узнаете, кто не смотрел. По какой-то причине вы можете посмотреть это уже на Фейсбуке в записи, либо на канале Н4 на Ютьюбе через несколько часов после нашей программы. Марк Евгеньевич, вы сказали, что не существует в обществе проблемы раскола. На самом деле, все это искусственно. Ну, послушайте. Раскол возникает все время ситуативно. Ну, то есть ситуативно. Вот, например, вы ходите на работу, каждый день встречаетесь с людьми. И вдруг у нас проходит футбольный матч. И оказывается, что вы болеете за разные команды и доводите себя до иступления. И фаны этих команд встречаются, так сказать, с пинными кружками или там с кастетами где-то за углом. Это же не вечный раскол в обществе. В Молдове существует раскол между политическими болельщиками. И этих болельщиков культивируют вот эти два, две полярные политические силы. Сандую и Шор. Натравливают друг на друга, делая все, чтобы ни в коем случае вот эта граница между этими мирами не была нарушена. Потому что как только появится политик, который скажет, и вы, и вы, я вас люблю. И вот, и у меня есть что предложить и вам, у меня есть предложить и вам. Что есть вообще европейская модернизация и неевропейская модернизация, китайская. Это все тоже модернизация. Поэтому если мы пойдем вместе по пути модернизации, то есть осовременивания, развития прогрессивного, то так или иначе мы, и вы, и вы будем идти по одному пути вместе. Ну, просто, правда. Вот, вот, когда появляются такие люди, так сказать, обе части, их расстреливают, подавляют немедленно. Делают все, чтобы, не дай бог, чтобы их не пустили на телевизионный канал. Чтобы им не дали возможность, так сказать, одержать какую-то мелкую победу на каких-то местных выборах. Против них все объединяются, начинают их троллить, хейтить, как принято сейчас говорить, и так далее. Но уже есть понятие необратимости, да, вот, вектор времени. Вот, произошла определенная необратимость. Возникло мышечное ощущение единства. Большинство молдавского общества. Мы можем. Смотрите, нас большинство здесь, в республике Молдова. Мы вместе. Это ощущение нужно сохранить. Хватит быть футбольными болельщиками. Хватит болеть за чужие футбольные команды. Нужно создавать общую сборную. Вот, это очень-очень важно сегодня. И я еще добавлю одну такую мысль. Нужно оказывать общественное давление на политиков. Нужно в регионах собирать форумы в Кишиневе и заставлять своих вот региональных политиков. Кто-то там от партии Кику, от гражданского конгресса, там, или от какой-то там партии МАН, там, я не знаю, значит, от коммунистов. Так, ребята, а ну-ка быстро договорились. Хватит играть вот в эту глупую игру. Объединяемся. Все, мы идем вместе. У нас есть программа. Давайте мы обсудим, что мы будем делать. Можем ли мы спастись. Что мы, как мы поддерживаем. До абсурда доходят сегодня с той же диаспорой, так называемой. Что именно доходит до абсурда? Не было иной политической силы в Молдове, которая бы наносила такие хлесткие пощечины по диаспоре, как власть Майсанту. И что касается денежных переводов, и что касается посылок, и что касается программы Примакасы. Везде, всюду это были ограничения наших трудовых иммигрантов в тех или иных правах и возможностях. Переводить деньги, инвестировать в экономику и так далее. Помогать своим близким и родным. Мы не знаем масштабов фальсификации выборов на иностранных участках, но допускаем, что они очень большие из того, что мы знаем. И это будет рассказано со временем. Но тем не менее, мы понимаем, что ажиотаж определенный, который был там создан, против того же Александра Стояногова, это результат грязной манипуляции и вброса информации о гибридной войне, об атаке на Молдову со Стародитовской от России. Мы уже это обсуждали. Так вот, это все нужно прекращать. А прекращать это можно одним способом. Объединяться и вырабатывать свой собственный иммунитет от любого внешнеполитического воздействия. Нужно становиться действительно гражданами Молдавии, где бы мы ни находились. Мы действительно должны думать о своем собственном интересе. И тогда мы будем интересны. Тогда мы будем интересны и Европейскому Союзу. Тогда мы с большей ответственностью будем и большей активностью заниматься тем, что называется европейская интеграция. Вообще, про европейскую интеграцию это поразительная вещь. Так много произносят это слово, но никто не вникает. А что на самом деле происходит по этому направлению? Что на самом деле происходит по переговорам, по всем сегментам нынешнего процесса, который связан с этим самым уточнением всех наших законодательных возможностей в соответствии общекоммунитарному законодательству, от сельского хозяйства, культуры до социальных стандартов? Что происходит? Сколько людей у нас вовлечено в этот процесс? Сколько специалистов? Да нисколько, ничтожно мало. Ничтожно мало. Вы зайдите в бюро по европейской интеграции, спросите, сколько там работает людей? И кто эти люди? Да это чепуха какая-то. Это мелочь. В сравнении с какой-нибудь таможней. И так далее. Поэтому сегодня и по европейской интеграции нужно ставить вопрос ребром. По-настоящему. Мы хотим в Европу? Или мы хотим заниматься этой стимуляцией геополитической? И придумывать себе очередное русское монголо-татарское нашествие гуннов, я не знаю, печенегов, торков, полосов в южно-русских степях каждые 4 года? Или мы способны преодолевать объективно существующие собственные проблемы? Я вот хочу сказать, у меня есть такая рубрика «Вопросы от искусственного интеллекта». Я попросил его проанализировать манифест Гражданского конгресса и задать одному из лидеров в вашем лице вопрос о том, как вы видите реализацию лозунгов с учетом текущей внутриполитической ситуации в Молдове. Вот несколько вопросов, просто когда мы успеем. Он вас почему-то называл господин Ткачук, это уж извините, пожалуйста, это машина. Искусственному интеллекту можно. Он говорит, господин Ткачук, ваша партия позиционирует себя как антикризисная. Какие конкретно шаги предлагает Гражданский конгресс для преодоления социально-экономического кризиса? Ну, все эти шаги... Ну, как бы такие, понятно, что мы... Да, ну, у нас все пять модернизаций посвящены, в первую очередь, остановке того пожара, который существует в стране. Мы были первой политической силой, кстати говоря, первой и, пожалуй, единственной, которые заявили о том еще в 2020 году, на рубеже 2019-2020 года, в момент регистрации партии, что через три с половиной года в Молдове пенсионеров окажется больше, чем занятых. Причем занятых, бедных занятых, бедных работающих, потому что у нас богатых работающих немного. И всех... Чепуха какая. Вот это случилось. Вот и что делать? Мы предложили закон о жизни. Помните, два года назад? Закон о жизни. У нас есть закон о защите животных. У нас есть закон о защите, значит, разнообразия рек и озер. Но у нас нет закона о защите человеческой жизни. На чем он должен строиться? Как мы должны защищать детей? Как мы должны защищать пожилых людей? Как мы должны защищать их витальность, их жизненные условия? И у нас в этом смысле базовые предложения. И по занятости, и по экономике, и по, кстати говоря, возвращению гастарбайтеров. Господин Стояногло очень активно использовал, в том числе он об этом публично сказал, некоторые наши тезисы, программы «Достойное возвращение» по возвращению трудовых иммигрантов в Республику Молдова. Как сделать так, чтобы им было выгодно сюда приносить инвестиции и так далее. Как раз вы уже ответили на вопрос, потому что у искусственного интеллекта был вопрос, как вы планируете решать проблему массовой миграции населения? Это главный вопрос. Там очень много... Там действительно... Там нет... Знаете, у этой двери много замков, а еще больше требуются ключей к этим замкам. Вот, потому что эта проблема не решается вот таким вот легким мановением. Более того, вы же посмотрите, эта проблема даже не обсуждается. Все уезжают, уезжают. Для правящей власти благом является то, что в основном они уезжают на Запад. А мы же на Западе, мы же западные люди. В общем-то они никуда и не уезжают, по большому счету. Так они считают. Крутимся вокруг европейского пространства. Конечно, конечно. Ну так, из комнаты в комнату переходим. Ну там где-то склад опустел, когда-то мы на нем жили. Вот, собственно, такой подход. А по большому счету, конечно, это очень острая проблема. И вопрос заключается в том, чтобы и привлекать... Сегодня мы видим, что власть привлекает неквалифицированную рабочую силу из очень дальнего зарубежья. В том числе используя людей, которые и в языковом, и во внешнем облике очень далеко отстоят от различных этносов, которые живут в Республике Молдоб. При этом пренебрегают любой возможностью приглашения сюда специалистов, которые, ну, близки украинцев, русских, румын. А это очень серьезный подспорье было бы, так сказать, ну, в том числе для решения демографической проблемы. Сегодня, чтобы украинцу устроиться в Молдове врачом или русскому релаканту, это практически нерешаемая задача. Вот смотрите, какой вопрос интересный, на мой взгляд. Учитывая сложную геополитическую ситуацию, как вы видите баланс между европейской интеграцией и отношениями с Россией? Послушайте, европейская интеграция ничего не имеет общего с геополитикой. Вот если мы это один раз поймем, мы поймем, что европейская интеграция это движение по ступенькам кверху, вверх, это не движение на запад. Мы можем, это, конечно, в определенном смысле, есть определенная европейская солидарность в рамках Европейского Союза. И по вопросам безопасности она бывает, и по самым различным вопросам, и по поводу присоединения, не присоединения к санкциям бывает. Но реализуется эта задача, в том числе с использованием внутреннего законодательства. Ну, например, присоединение к санкциям должно осуществляться только после всенародного референдума. Готовы мы присоединяться к санкциям? Пожалуйста, проводим референдум. Это демократично? Безусловно. Такое существует в Европейском Союзе? Я не знаю, но в Европе существует, в Швейцарии точно существует. В Швейцарии существует. Но она, правда, не страна Европейского Союза. Неважно. Здесь, поэтому мы должны двигаться вверх. Движение вверх – это модернизация, это европейская интеграция. Как только это движение вбок, это уже евроинтервенция, еврооккупация, еврокарго, европроституция, но только не европейская интеграция. В контексте критики действующей власти за недостаточную борьбу с коррупцией, какие антикоррупционные меры предлагает ваша партия? Знаете, мы вообще не критикуем. Искусственный интеллект ошибся. Я не знаю ни одного обвинения со стороны Гражданского Конгресса в адрес этой власти в отношении коррупции. Именно этой власти. Не потому, что она особенно честная. Потому, что эту власть мы в основном критиковали за тупость, за непрофессионализм, за некомпетентность, за неумение пользоваться законами. То есть, за более примитивные формы политического поведения. Коррупция требует определенной уже изобретательности. Умение подкупать. Вот мы Шора обвиняем в политической коррупции. Он подкупает избирателей. А партия Действия и Солидарность мы критикуем за то, что они тупенькие. Что они некомпетентные. Вот они говорят, мы, наверное, неправильно вели реформу юстиции. Наши реформы юстиции хватит. Мы отбросим европейские белые перчатки. Мы должны действовать иначе. Как иначе? Какую вы реформу делали по европейским канонам? Ничего вы не делали. Вы просто не умеете пользоваться законами. Еще раз, если вы запрещаете, отзываете лицензии у телевизионных каналов не посредством инструментов законодательно прописанных, а через какую-то комиссию, вот таким вот, правой рукой доставая левое ухо, так кто же вам виноват, что вы такие? Поэтому мы не критиковали эту власть. Я не помню, чтобы мы ее критиковали за коррупцию. Понятно, снимаем. Так, один раз спыну я критиковал, но не за коррупцию, а за то, что он был некомпетентен во время переговоров по ГАЗу в 2022 году, в 2021 году. В преддверии парламентских выборов 2025 года, с какими политическими силами вы готовы к диалогу? К диалогу мы готовы со всеми политическими силами. А вот что к диалогу? Диалог это нормально вообще. Ну, наверное, имеется в виду дальше уже прийти к какому-то в результате диалога... Перейти от политического флирта к политическому слиянию. Значит, это вот это вы имеете. Это искусственный интеллект. Ну, смотрите. Диапазон приемлемости довольно широк. Гражданский конгресс чем может привлечь? Достаточным количеством очень профессиональных, высоко подготовленных людей. Людей убежденных, людей неподкупных. И доказавших эту неподкупность тогда, когда они могли быть очень высокоприбыльным товаром. Каждый из них или нас. Но этого не случилось. То есть для нас это не то, что... Как у Довлатова. А вас когда-нибудь подкупали, да? Не подкупали, значит, что же вы хвастаетесь своей неподкупностью? Вот. Кроме всего прочего, гражданский конгресс... Три преимущества. Значит, гражданский конгресс хорошо проработал основу. У нас ящики столов все время полные различными предложениями, инициативами. Чего не скажешь ни о правящей партии, ни о многих других оппозиционных партий. Они действительно на уровне лозунгов все хороши. И на уровне бюджетов. Третье у нас хорошая организационная структура. Большая часть районов у нас представлена нашими организациями, и где действуют такие же неподкупные, убежденные люди. Совершенно разного калибра. В некоторых организациях это люди, это рабочие, бывшие гастарбайтеры, в других это врачи, в других учителя, в других бизнесмены, фермеры, бывшие руководители районов и так далее. Очень разные люди. Поэтому гражданский конгресс в этом смысле очень хорош и привлекателен для тех, кто понимает политику как антикризисное решение для всех текущих системных проблем. Кто стремится прийти к власти для того, чтобы потушить пожар, а не раскурить очередную сигаретку на пепелище собственного дома. Еще один такой вопрос от искусственного интеллекта. Какие компромиссы возможны для создания работоспособной коалиции? Ну смотрите, работоспособная коалиция, это коалиция, которая может быть объединена на некоторых вещах. Есть общенациональная ценность, это общенациональная ценность, которая по рейтингу превышает все остальные институты. Это нейтралитет. Наш. Нейтралитет это база, на которой можно объединять разные политические силы. Второе. Это ценность модернизации и просвещения. То есть это очень важно. Для кого-то европейская модернизация кажется путем на запад. Но для них не страшна сама модернизация. Для тех, для кого модернизация и просвещение являются покушением на их идентичность, на их патриархальные представления о нормальности, о каких-то там своих починческих, патриотических инстинктах, то у этих какие-то свои должны быть объединения. Но эти люди никогда не помогут своей стране. Они помогут ей в продвижении мракобесия и отсталости. А наша задача преодолеть мракобесие и отсталость. То есть иными словами, тех, кто за нейтралитет и за мир гарантированный на этой земле, те, кто за развитие на этой стране и за социальную справедливость, мы с теми. И широта нашего компромисса будет очень большая. Скажите, вот на данный момент вы вообще начали вести так или ведете диалог с кем-то из запрозиционных? Диалог ведется постоянно. Но я не могу сказать, и я абсолютно не уверен, что этот диалог обречен на успех. А в чем, я опять же хочу спросить, а в чем вот основная причина? Нет, мы хорошие. Вот чтобы вы просто понимали, мы отличные, мы замечательные. А у других коллег есть свои какие-то другие обязательства. Перед кем? Некоторые политические партии не совсем суверенными оказываются в итоге. Вот ты говоришь с политиками, а потом оказывается, что есть еще какой-нибудь начальник, с которым надо вообще говорить. Начальник или донор, как говорят сейчас, финансовый? Бог его знает. Есть, ты говоришь, какой-то официальной структуры, например, которая в уставе этой партии прописана. Вот эти вот ребята все решают. А оказывается, эти ребята нифига не решают. Значит, они как бы за, а потом оказывается, что не они главные в этой истории. В общем, по большому счету, это очень непростое упражнение. И мне все-таки кажется, что вот эти так называемые наши политики, ну и мы, все мы должны быть принуд... То есть нужна операция по принуждению к объединению, к консолидации. Эту операцию по принуждению может провести только общество, народ. Они нас должны заставить объединиться. Или перестать вообще воспринимать нас в качестве политической силы. У нас осталось 3 минуты завершения нашей программы. Вот у меня к вам от себя вопрос. Вот многие молодые люди, да не только молодые, значит, хотят уехать из страны. Как, на ваш взгляд, вот убедить их остаться здесь и создавать будущее именно здесь? Вот на ваш взгляд, вот есть на это... Ну, подождите, подождите, стоп. Вот, знаете, я тоже, когда мне было 23 года, уехал... Ну, правда, это была Молдавская СССР еще в 89-м году. Да, и вы... Да, ну, я уехал в рамках... По другой причине уехали. Неважно. Я уехал, потому что это было... Но вы еще в рамках одной страны уехали. Да, ну, все равно. Как вы сказали, из комнаты в комнату. Да, из комнаты в комнату. Ну, я уехал в Санкт-Петербург, я поступил в аспирантуру. Я там еще несколько лет стажировка у меня прошла, я там защитил диссертацию. Я там стал, так сказать, в хорошем смысле знаменитостью. Там женился, родил себе сына. Вот. И вернулся. Так вот, вопрос заключается не в том, почему молодые люди уезжают. Пусть уезжают, пусть учатся по всему миру лучшему, чему можно научиться. Потому что сегодня в республике Молдова практически не осталось мест, где можно получить образование. Хорошее, качественное, конкурентоспособное, современное. Пусть учатся и пусть возвращаются. Вот это важно. Возвращаются со своими знаниями, пусть преодолевают здесь сопротивление местной костной среды, этих бояр, опухших от денег, костности, мракобесия и коррупции местной. Значит, и создают университеты, создают новые производства, создают новые компании, создают новые, так сказать, места занятости и так далее. Пусть поражают мир, но возвращаются. Уезжать пусть едут, надо учиться. Здесь учиться нечему. Здесь методом проб и ошибок, ну, это так, очень рискованно и очень долго, и ненадежно. Здесь скорее можно заплесневеть и деградировать. А деградация нам не нужна. Поэтому, как Петр Первый отправлял своих птенцов по всему миру учиться, да любой, на самом деле, политик заинтересован, и не только политик, любой, не люблю этого слова, патриот заинтересован в том, чтобы молодежь разъезжалась по всему миру и привозила лучшее в свою собственную страну, становясь, так сказать, носителями, законодателями лучшего, что можно почерпнуть в окружающем мире и цивилизации. Быть открытым миру, это очень важно. Быть чувствительным по отношению к внешнему миру, это задача любого настоящего патриота. Ну, опять плохое слово. Любого настоящего гражданина Молдовы. Спасибо, Марк Евгеньевич, большое за беседу. Нема за счет. Всего доброго, хороших вам выходных.